Дмитрий Снегирёв, военно-политический эксперт, подключается к нашему эфиру. Дмитрий, добрый вечер. Рады вас видеть. Добрый вечер. Ну, скажите, пожалуйста, свою оценку танкового потенциала Российской Федерации. Вроде как, большое количество мы уничтожили, да, 90%, но тем не менее, и ракеты удается россиянам производить. Вот ГУР недавно сообщал, что до 130 единиц в том числе может производить в течение месяца. И танки, вроде как, мало-помалу, но производятся. Что на данный момент, каким ресурсом на данный момент обладает Россия в контексте танков? Ну, давайте, во-первых, объясним телезрителям по поводу их легендарного танка Т-90М «Прорыв». Последний танк с нуля сошел с конвейера в 2011 году. И не знать этого российский декор просто не может. А танки, это, соответственно, Т-90М «Прорыв». А танки Т-72 и Т-80 не выходили с конвейера с 1998 года. Поэтому то, что сейчас производит, так сказать, российское ВПК, это глубокая модернизация тех танков, которые находились на складах долгого сохранения. Причем следует отметить, что если на начало широкомасштабного вторжения, согласно спутниковых снимков на цена сохранения на территории Российской Федерации, было порядка 6 тысяч танков, то, соответственно, по состоянию на январь 2014 года, их не более 2075. А это говорит о том, что основное усилие – это не производство, а модернизация старых образцов техники. Причем это Т-52, Т-55, Т-54 и Т-72. И следует отметить, что цифры, озвученные о возможности российского выпуска, ВПК, извиняюсь, выпуска порядка штат танков, они слегка преувеличены. Я объясню, в свое время «Нью-Йорк Таймс» опубликовала данные аналитического исследования, согласно которым российская ВПК может выпускать не более 200 танков ежегодно. Пошел более дальше, заявил о том, что порядка 50 танков может выпускать ежемесячно. То есть это уже порядка 600 танков ежегодно. Ну и, соответственно, из-за экономиста заявили о том, что авторитетно, а причем, что Российская Федерация имеет возможность восстановления порядка 100 танков в месяц. Но еще раз подчеркиваю, восстановление производства. То есть санкции все-таки имеют ключевое воздействие на российское ВПК в моменте как раз производства бронетехники, тяжелой бронетехники. Хотелось бы с вами посудить еще вот то, что происходит на земле, то, что происходит на горячих точках на линии фронта. Министерство обороны Великобритании вот о чем сообщает, об этом они пишут в своем паблике. За последнюю неделю ни российские, ни украинские силы не добились каких-либо значительных успехов. Но главной целью российской армии является окружение Авдеевки. Какая там сейчас ситуация и что на самом деле происходит в Авдеевке? Потому что Z-паблики пишут свои фантасмагорические новости, к которым нужно относиться крайне осторожно. Причем не только к Z-пабликам, но, соответственно, сообщениям западной печати. Я это проиллюстрирую на сообщениях о того же Билд, именно шеф-редактора Билд Юлиана Репкиякис, который в свое время заявил о том, что вооруженные силы Украины оставили позиции в районе населенного пункта, что это под контролем вооруженных сил. Ситуация тяжелая, враг пытается прорваться, о так называемом сервисном центре населенного пункта. Но, еще раз подчеркиваю, бои ведутся за сам населенный пункт. И, соответственно, сообщения Билд, которые датированы еще двумя неделями ранее, о том, что мы оставили данный населенный пункт не в соответствии с действительностью. Но следует и отметить, что основной российских оккупантов не является Авдеевка. Основное соточение живой силы и техники – это Купинско-Лиманское направление. Там соцсетировано до 120 тысяч личного состава, 1300 единиц бронетехники. И основные усилия оккупантов – это прорыв украинской обороны по нескольким направлениям. В районе Белогоровки с целью создания оперативного окружения украинских войск в районе Северска – это то, что неоднократно мы говорили в вашем эфире и на этой неделе Сырский подтвердил эту информацию. Это, соответственно, планы оккупантов прорыва в район Лимана, который является ключевым логистическим хабом вооруженных сил Украины. Ну и попытка выхода непосредственно после взятия Синьковки на Купинск-Купинск-Кузловой и далее на Изюм. С целью, опять-таки, флангового охвата украинской группировки сосредоточен Донецкой области. Именно в ключевых пунктах украинской обороны – Славянский Краматорск. Ситуация тяжелая, но контролируемая. Причем следует отметить, что вооруженные силы Украины проводят успешный характер активной обороны. То есть успешно и контратакуют. Это было ярко продемонстрировано в районе Новомихайловки, когда мы не только вернули ранее утраченные позиции, но и соответственно кинули врага на оперативное расстояние порядка до трех километров. Поэтому, ну, я еще раз подчеркиваю, единственным проверенным источником информации является сообщение украинского генерального штаба. Все остальное – это либо догадки, либо домыслы, ну, либо откровенная дезинформация, примеры которой я вам привел. Дмитрий, хочу с вами поговорить о снабжении наших войск. Очень все мы переживаем за эти военные пакеты помощи. Над этим работают наши дипломаты. Вот украинский военный наблюдатель Константин Машавец заявил, что активность украинских беспилотников настолько значима, что, например, россияне очень часто сбивают даже свои беспилотники, принимая их за украинские. Мы подводили на этой неделе итоги именно дроновой войны, и в том числе РЭП, очень дорогая российская, которая называется «Былина», была уничтожена как раз с помощью украинских беспилотников. Но нужно же артерии нам пополнять этой войны. Речь идет о артиллерийских снарядах. Скажите, какая с ними ситуация? Что там «Рейн Мэттл» передал, калибр 155 мм, который он вроде бы с декабря делает? Что у нас с 122-м калибром, с 152-м? Расскажите, какая есть информация на этот счет? Ну, давайте говорить о том, что ситуация с, соответственно, с 155-м калибром значительно улучшается. Речь идет о том, что «Рейн Мэттл» вел дополнительное производство, это на заводах Испании. Если ранее они ежегодно производили порядка 400-500 тысяч снарядов, то за счет увеличения производительной мощности завода в Испании это будет порядка 900 тысяч снарядов. Это только «Рейн Мэттл». Соответственно, мы можем рассчитывать на поставки с Южной Кореей, это контракт, заключенный между Южной Кореей и правительством Соединенных Штатов, на поставку порядка 500 тысяч снарядов. 152-мм, то есть советский стандарт. ВПК Болгарии уже заявило о том, что они работают круглосуточно в моменте выпуска именно данных видов снарядов, 152-122 мм для нужд вооруженных сил Украины. Кроме того, следует отметить, что страны Запада учли данный момент, а именно то, что средства поражения вооруженных сил Украины это порядка на 70% парк, оставшийся в наследство от Советской Армии. Соответственно, расконсервированы заводы не только в Болгарии, но и в Чехии, и плюс, соответственно, Румыния. То есть бывшие страны Варшавского договора, которые работают именно на украинские вооруженные силы. Плюс отечественный Укроборонпром заявил о том, что он в разы увеличил количество выпуска, соответственно, снарядов калибром как 152 мм, так и 122 мм. То есть, опять-таки, те, но откровенно фейковые сообщения о том, что Российская Федерация якобы имеет возможность производства снарядов на уровне до 2 миллионов штук в год, не отвечает действительности. Объясняю. Это, кстати, информация, которую в свое время продвинул Ройтерс. Непонятно, на какие данные опираешь. Дело в том, что, соответственно, парк средств поражения Соединенных Штатов это порядка 1200 единиц калибром 155 мм. У Российской Федерации это 1600-1800. То есть, практически идентичное количество. Но речь идет о том, что ВПК Соединенных Штатов, а оно гораздо более модернизирован, нежели Российской Федерации, на данный момент может выпускать порядка 22,5 тысяч снарядов на месяц. То есть, ежегодное производство это порядка 300 тысяч. На данный, по состоянию на 2024-2025 год, американская сторона заявила об увеличении выпуска снарядов до 90 тысяч. Но это в планах. Поэтому, если мы говорим о паритете средств поражения и, соответственно, паритете производственных мощностей, то Российская Федерация в состоянии выпускать не более 400 тысяч снарядов в год. И все сообщения о двух миллионах, которые массово тиражируются, причем первоисточником берется почему-то Ройтерс, который непонятно, на какие данные опирается, не отвечает действительности. Спасибо. Важный вопрос обсудили с вами. Дмитрий, благодарим вас за участие в эфире. Дмитрий Снегирев, военно-политический эксперт, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова